Вакцинироваться Мы с вами видим, что зараженных очень много. Это более 6 миллионов к 7 миллионам приближается. И регистрируется где-то 19 тысяч, даже больше, в день. Понятно, что многие погибают, но есть и выздоровевшие, и их тоже очень много. И это очень радует. Понятно, что пациенты, здоровые люди, которые выздоровели, они тоже задают вопрос, а надо ли вакцинироваться? Когда вакцинироваться? А может быть, мне не надо вакцинироваться, я уже переболел. Поэтому я хочу сказать следующее, что вот эти все цифры, это только цифры, но за этим стоят жизни наших людей. Вот посмотрите статистика в Москве. В Москве в настоящее время, да, тоже на конец прошлой недели мы с вами видим, что пациенты заболевают, пациенты выздоравливают. И на самом деле печальными является то, что в Петербурге, на самом деле, пациенты, которые, так скажем, не выздоровели, летальность выше, чем в Москве. Наверное, это связано с тем, что более старший возраст, наверное, еще какие-то моменты. Но я хочу сказать, вот эти цифры, просто их надо знать. Это не для того, чтобы говорить, что вы должны вакцинироваться обязательно и так далее, но я понимаю, что без вакцинации очень сложно нам выздороветь. Вот основные сопутствующие заболевания у пациентов, которые заболели ковидом и с летальным исходом. Это гипертензия, которую мы понимаем у многих уже есть с возрастом, диабет, увеличенное содержание гиперрепитомии, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, деменция, опухоли, мерцательная аритмия, сердечная недостаточность. Поэтому понятно, что если у людей есть эти сопутствующие заболевания, у них очень высокий риск попасть в реанимацию. И не уйти с этой реанимации. Поэтому вы сами решаете, вакцинироваться вам, не вакцинироваться. Я говорю сейчас о здоровых и о наших пациентах, которые болеют нашим заболеванием, тоже меланомой. Да, мы сейчас о меланоме говорим. И в настоящее время эффективность вакцин против COVID-19 зарегистрировано несколько вакцин. Это Ковивак, это Спутник Лайт, это Эпивак Корона и так далее. Вы все это знаете, и я не буду повторять, вы все доктора. Я сейчас говорю для докторов, не для пациентов. И мы знаем, что есть цельноперионные убитые вирусные частички. Есть певтидные, S-белок вируса, геретический материал вируса. И геретический материал вируса в составе отминовирусного вектора. Это наиболее распространенная вакцина, которая активно используется в нашей стране. Это спутник ВИГАМ-КОВИДВАК. Она используется для вакцинации, для ревакцинации и так далее. И в настоящее время мы с вами можем использовать любую вакцину. Но в настоящее время нас интересуют именно наши пациенты. А какой же вакцины им рекомендовать привиться? И в настоящее время мы с вами знаем, что ГАМ-КОВИДВАК, спутник ВИГАМ, спутник ЛАЙТ, она наиболее используется. Но в рекомендациях написано с осторожностью у пациентов с злокачественными образованиями. И во всех рекомендациях ко всем вакцинам с осторожностью. Или противопоказано, как это противопоказано для эпивакарона. Но в настоящее время, то, что касается эпивакарона, эта вакцина наиболее безопасна. Потому что там используются три пептидных антигена. И они вызывают иммунный ответ. Но я хочу сказать, что, к сожалению, эта вакцина, она да, хороша, но не вызывает такой выраженный иммунный ответ, как бы хотелось. Вот спутник ВИГАМ-КОВИДВАК, это вакцина, которую разработал институт имени Гамалея. Она содержит два компонента и используется для двух вакцинаций. И в настоящее время, хочу заметить, чтобы вы обратили внимание, что ее эффективность подтверждена для дельта-штаммов. Потому что дельта-штамм – это в настоящее время наиболее распространенная форма, мутированная форма SARS-CoV-2, этого вируса. Но защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Поэтому на самом деле вакцинацию всегда проводят до эпидемии гриппа и других, так скажем, инфекционных заболеваний. А здесь в настоящее время нам приходится разрабатывать эти вакцины и применять их во время эпидемии. Поэтому, конечно же, количества наблюдений недостаточно. Конечно. Эффективность, она, так скажем, вызывает различные вопросы. Но наша с вами задача понимать, что мы должны пройти этот путь. И вот спутник ВИГАМ-ковид, да, ВАГ, вначале было написано, что противопоказано беременным. Сейчас это уже удалено, потому что беременным женщинам после 22 недель все-таки рекомендуют вакцинироваться. И это связано с тем, что, к сожалению, деточки, которые рождаются у этих мам, они очень ослаблены. Могут быть ослаблены, не обязательно. И это связано с тем, что мамы переносят стресс. Это не значит, что мамы, скажем, болеют или еще что-то. Но все находятся под таким колпаком стресса, гнета, что вот заболею, не заболею, как мой ребенок и так далее. Поэтому в настоящее время разрешили вакцинацию беременным, ну, после 22 недель. С тем, чтобы как-то все-таки предотвратить те нежелательные явления, которые могут быть у ребенка. В настоящее время есть противопоказания для второго введения спутника. Это методвод, если наступили тяжелые постакциональные осложнения. Обратите на это внимание, пожалуйста. Анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов. Патронная вакцинация другим препаратом возможна, но не ранее, чем через 3 месяца после введения дозы предыдущей вакцины, на которую возникла аллергическая реакция. Надо понимать, что анафилактический шок – это очень серьезное осложнение, очень серьезное заболевание, ситуация очень сложная. Поэтому надо понимать и оценивать риск и пользу от нашего лечения. Можно, но с осторожностью после консультации профильного врача. Пожалуйста, это терапевт, это хронические заболевания печени, почек. Мы понимаем, что наши пациенты – это не только меланома. У пациентов могут быть различные сопутствующие заболевания. Это могут быть эндокринные заболевания, различные заболевания, которые связаны с нарушением сердечно-сосудистой системы и так далее. И в настоящее время, обратите внимание, что пациенты с ВИЧ-положительным статусом, им тоже, так скажем, необходимо понимать, в каждой конкретной ситуации можно ли его вакцинировать. И, может быть, в данный момент от прививки нужно воздержаться. Поэтому, конечно же, врач оценивает состояние пациента, состояние нашего пациента с меланомой, с тем, чтобы понимать, надо ли ему рекомендовать вакцинацию или нет. Очень важно оценить соотношение, еще раз подчеркну, пользы и риска. Это написано в инструкции. Для наших пациентов коронавирус может нанести больший вред, чем эндокринское заболевание. Поэтому надо понимать, когда нашего пациента вакцинировать, с тем, чтобы эта вакцина имела определенную пользу. Очень важно обращать внимание на аутоиммунные заболевания, потому что это может привести к обострению заболевания, развитию тяжелых жизнеугрожающих состояний. Поэтому очень надо с пониманием относиться к той ситуации, к тому конкретному пациенту, которому мы рекомендуем эту вакцину. В настоящее время, уже к августу 2021 года, вакцинировано около 900 беременных женщин. И оптимальным периодом считается беременность после 22 недель. И в настоящее время приступило к клинической исследованию для подростков 12-17 лет. Но у них дозировка в 10 раз меньше, чем у взрослых. Спутник Лайт. Очень интересная вакцина. Она поступила в гражданский оборот в июне этого года. Она содержит только один компонент, который входит в основную вакцину, которая дважды вакцинируется. Спутник Ви. И я хочу сказать, что необходимо обратить внимание, что сейчас разрешили эту вакцину и для людей, для лиц старше 60 лет. То есть показания для вакцинации все время расширяются. Мы вакцинируем сейчас уже беременных, подростков, лиц старше 60 лет. Но очень важно понимать, что мы не знаем защитного титра антител до настоящего времени. В настоящее время, говорят, что, так скажем, есть такая информация, что если титр антител выше референсных, в 2 раза, в 4 раза, ревакцинироваться не рекомендуется. Но необходимо этот титр соблюдать. Надо смотреть за этим титром. И в настоящее время очень важно понимать, чем ревакцинироваться. Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что наиболее, так скажем, интересно является эпиваккарона. Это пептидные антигены. Там 3 пептида. Сейчас уже новый препарат получен в этом векторе в Новосибирске, где 2 пептида. Они соединены как один антиген и так далее. Но я хочу сказать, что титр антител при эпиваккароне, он невысок. И нам надо понимать, а какой же является защитным. И нам надо всегда понимать, что иммунный ответ – это не только антитела, это еще и т-лимфоциты. Это клеточный иммунитет, который нас защищает в большей степени даже, чем антитела. Но, к сожалению, в настоящее время то, что касается клеточного иммунитета, т-клеток, очень сложно определять этот титр. И я хочу сказать, что в настоящее время управление онкологической помощью во время пандемии COVID-19, они говорят о следующем. Что задержка лечения пациентов с метастатическим раком может привести к худшему состоянию и закрытию окна терапических возможностей. Поэтому надо понимать, что мы должны лечить наших пациентов. И задача онкологических центров, онкологов – приложить все усилия бесперебойного обеспечения помощи онкологическим больным. И если есть возможность, скажем, отменить лечение, или, скажем, назначить лечение, которое позволит формировать противовакцинальный иммунитет, тогда выбрать этот вид лечения, ну, скажем, для рака молочной железы. Это не совсем наша история сегодня, но, тем не менее. И я хочу сказать, что было проведено очень интересное исследование, где пациентов, зарубежное исследование, где пациентов вакцинировали Pfizer вакциной. И пациенты, у них вот в этой группе, 151 пациент, 9 были с диагнозом меланома кожи. И обратите внимание, здоровые лица, которые получили одну вакцинацию, это не была стопроцентная защита от инфекции. После второй вакцинации, да, стопроцентная. Но солидные опухоли, меланома, гемобластозы, вы видите, что не вырабатывается тот иммунитет, на который мы рассчитываем. Поэтому вполне наши пациенты могут быть не защищены от SARS-CoV-2 даже после вакцинации. И очень важным являются противопоказания для вакцинации против COVID-19 у наших пациентов. Это пациенты, которые получали трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток или клеточную генотерапию, например, карти. Этот период должен быть не менее трех месяцев. Это пациенты, которые получают лечение с гематологической токсичностью, иммуносупрессивную терапию. И важным является то, что рекомендуется завершить все введения вакцины за две недели до начала химиотерапии. А то еще больше срок желательный. И очень интересное исследование, которое провели наши коллеги в Израиле. Это такие предварительные результаты. Обратите внимание, это пациенты, у которых никак не проявлялся инфекция COVID. Это персонал клиники, это пациенты, которые получали лечение. И у этих пациентов и у сотрудников исследовали супопуляции Т-клеток, Б-клеток и так далее. И обратите внимание, что у онкологических пациентов цифры значительно ниже. То есть эти пациенты не предрасположены к развитию цитокинового шторма, что есть у здоровых лиц. Поэтому это тоже надо учитывать и, так скажем, понимать, когда мы рекомендуем вакцинироваться, когда мы рекомендуем отсрочку этой вакцинации. И в заключение я хотела бы сказать, что несмотря на отсутствие конкретных доказательств, онкологические пациенты в начале пандемии рассматривались как группа высокого риска заражения COVID-19. То есть это было бездоказательно. Они были отнесены к группе высокого риска. То, что мы сейчас не наблюдаем на самом деле. Это чаще всего бессимптомное течение. И в настоящее время потенциальную роль лечения рака или противовухолевых препаратов в течение COVID-19 еще предстоит выяснить. То есть мы не знаем, как наши пациенты получают наше лечение и как они, встретившись с SARS-CoV-2, как они переносят это заболевание. И результаты могут свидетельствовать о том, что из-за различий профиля иммунных клеток онкологических пациентов, которые получают иммуномодулирующие агенты в настоящее время, для наших пациентов с меланомой, реакция на SARS-CoV-2 может быть снижена. И это уменьшает выраженность симптомов. И в настоящее время рекомендации, которые мы пользуемся, что большинство пациентов, которые получают иммунотерапию, они могут продолжить это лечение и получить вакцину. Потому что не надо прерывать эту терапию. Она не оказывает отрицательного влияния на вакцинации. В то же время надо понимать, что пациенты, которые получают стероидные препараты, могут снизить ответ на вакцинацию против COVID-19. И для пациентов, которые получают химиотерапию или другие виды лечения, которые подавляют иммунную систему, в целом рекомендуется введение любой вакцины во время химиотерапии. Но поскольку вакцины могут вызывать лихорадку, то в течение первых 24-48 часов предпочтительно получать вакцины в то время, когда мы понимаем, что лейкоциты у них не будут низкими, что этот ответ будет, так скажем, выраженным и будет формироваться против COVID-19, SARS-CoV-2, иммунный ответ. И желательно вакцинацию проводить по возможности между циклами химиотерапии или завершить вакцинацию за две недели до начала химиотерапии. И если, скажем, мы будем анализировать, что же нам делать, вакцинировать, не вакцинировать, мы понимаем, что слабый иммунный ответ гораздо лучше, чем полное его отсутствие. Поэтому в каждом конкретном пациенту, в каждом конкретном нашем пациенту с меланомой, необходимо, чтобы онколог, лечащий доктор, химиотерапевт определил, когда вакцинировать, как вакцинировать. И в настоящее время есть рекомендации по вакцинации пациентов с меланомой. Наш академик Каприн, который, так скажем, рекомендует, подчеркивает, что от COVID-19 необходима всем вакцина, спутник ВИИ, в отношении которой вот этот центр Герцена ведет исследование. И я хочу сказать, что у нас также планируется исследование с вакциной против COVID. И мы планируем, так скажем, провести очень такое тщательное исследование, как же образуются антитела. И мы с вами здесь видим, что будут использованы несколько тест-систем, четыре тест-системы. Но в настоящее время мы еще определяем это и с помощью проточной цитометрии, с тем, чтобы понять, как формируется иммунный ответ против конкретной вакцины. Это пациенты, здоровые лица и пациенты, которые с высоким риском развития гематологической токсичности, с низким риском гематологической токсичности. Пациенты, которые получают гормонную терапию, таргетную терапию, иммунную терапию. И в настоящее время это исследование для пациентов бесплатное. ПЦР-диагностика каждый раз будет проводиться. Нет ли у пациента именно вирусной нагрузки, иммунный статус, вирус, нейтрализующий антитела класса G. Поэтому я думаю, что немножко мы что-то начнем понимать, проведя вот такое исследование. Спасибо. Продолжение следует...